вот такой у нас сегодня завтрак это уже готовые сладости я купила вот такие вот вафельки и вот такой рулетик виталька сделал кофе с молоком а нам приятного завтрака а с вами мы увидимся позже здравствуйте мои дорогие телезрители с вами снова регина из италь из прекраснейшей флоренции сегодня у меня рабочий день но у меня каждый день принципе рабочий но только работа у меня иногда бывает в основном у меня конечно блогерская работа продажи съемки конечно раньше где-то месяца полтора-два я активно работала и курьером но сейчас у меня просто времени не хватает на эту работу потому что но сами понимаете заказы когда нужно это все закупать это все нужно я индивидуально работаю я связываю с моими клиентами на ватсап и естественно я все это покупаю вместе с ними потому что это все я отношусь к этому очень серьезно и поэтому времени у меня совершенно не хватало я всегда переживала за эту курьерскую работу почему потому что ну во-первых эта работа она мне дана была моим знаете кто-то привык говорить господь богом а я вот говорю создать поэтому он мне даровал эту работу в тот момент когда мне было именно тяжело когда именно руки опустились когда уже просто-напросто ну можно сказать сдалась потому что были моменты в моей жизни очень трудные в этом году очень было трудно все но я преодолела и благодаря тоже этой работе потому что я ну как-то поняла что жизнь продолжается и нужно как-то трудиться в принципе я всегда была трудяжкой вот поэтому эту работу я тоже оставлять пока не собираюсь потому что ну неизвестно что завтра послезавтра это работа хоть какую-то копейку мне приносит поэтому я уже где-то ну если точно наверно две-три недели уже не работаю вообще курьерская работа не делаю не выхожу ни днем ни вечером и сегодня я решила выйти сегодня вышла вечерком но сейчас время где-то 7 часов вечера у нас дохаживаю суши и суши много точек где мы работаем всегда я сегодня не в форме я имею ввиду не в деливерской вот этой да вот курьерской потому что она синтетическая она не очень хорошего качества потому что она вот прям вот когда жарко прям неприятная дело более удобную мне одежду но ничего страшного практически все ребята одеваются так как хочется просто я раньше как бы было такого мнения что но курьеры должны выглядеть подобаючи но просто дело в том что очень жарко и я вам еще раз говорю одежда на такая из синтетики сделано поэтому не очень приятно к телу ну да ладно я хочу чисто символично сегодня выйти ну конечно же просто так мне не хотелось бы провести это время хотелось бы немного заработать но сейчас работа чуть меньше стало так как люди сами выходят сами покупает но тем не менее все равно заработок было будет и так большой но хотя бы что-то поэтому нужно как-то пометиться потому что один не при на телефон какая-то дурочка язык показала вот не стыдно да ну улыбнулась бы там или как-нибудь там сделала вот так или вот так или что-то зачем язык показывать да ладно люди все разные добывают так что хочу сказать ладно неважно дорогие мать и зрители увидите чуть позже я всех люблю целую а я пошла на работу моя работа продолжается сейчас время 8 часов вечера я уже сделала пару заказов и я проезжаю мимо я хочу показать вам кое-что сначала конечно я покажу вам достопримечательности которые стояли здесь изначально а потом покажу вот это чудо я вам неоднократно показывала это фонтан ну и конечно же покажу еще раз это пьяццо здесь эта церковь церковь анонсиата вот такая вот она красивая это пьяца надеюсь вам хорошо видно потому что я сейчас сейчас вечереет и не те краски как днем но тем не менее я всегда говорю что в любое время суток Италия она прекрасна вы готовы увидеть нечто вы готовы сейчас я вам покажу и вот посмотрите я просто давно уже не была на этой пьяце да я вот только что проезжала и увидела что это за во первых животное с одним рогом с крыльями как у ангела ну сами видите да и давайте я вам сейчас покажу поближе здесь как будто бы такой сундук большой и что здесь написано вы знаете вы можете на стоп нажать и перевести это все в гугл я сейчас переводить вам не буду у меня тоже заказ я должна срочно ехать вот таким образом я вам это показываю я не знаю что это означает может быть это для чего-то я не понимаю просто вам показываю то что вижу да вы знаете да что у нас на пятца синерии поставили большое такое дерево как сухое высохшее да и типа такой сделано лестнице к верху да то есть я была на виаре джо я как-нибудь покажу вам обязательно эти съемки если я вам не показала то покажу там тоже снесли как бы такой памятник типа клоуна да которые это достопримечательность я речью и тоже поставили непонятные скажем так типа в форме молекул и днк такие в статуе да ну сделали новые да как бы тоже непонятно для меня вообще ну как непонятно сейчас вообще все все что происходит все это для нас людей непонятно да ну просто смотрите вот это вот находится на пятца анонсиата я тоже потом попытаюсь перевести что-то написанными самое интересное все я побежал на работу а в и и и и и и Привет, мамочка, я сейчас на работе, я сегодня пошла работать в доставках, чуть-чуть поработала, два заказа сделала, 16 евро заработала, все, иду домой. Завтра созвонимся, я пыталась тебе позвонить, эту трубку не берешь. Ну, ладненько, до завтра, все хорошо и слава богу. Все, обожаю тебя, люблю всех, привет, привет. Прекрасный вечер, я на работе, сейчас отвезу последний заказ, у нас уже время 15.09, да, отпису еще один заказ и пойду домой. Посмотрите, какая красота, кстати, меня, я нахожусь возле Сунгарно, возле речки в Флоренции. И внизу, возле речки, прям внизу, вот такая площадка, там сделали кафешки, ресторанчики. У нас во Флоренции есть один магазин, он очень знаменит тем, что здесь все сделано из дерева. То есть, и в основном все в тематике Пиноккио. Пиноккио, это, как вы понимаете, по-русски Буратино. Очень много интересного товара. И все это ручная работа. Конечно же, сюда заходишь, как будто как в музей, потому что много чего интересного. Также, как и для себя, для детей, а возможно, даже и как сувенир. Как-нибудь зайду, если мне дадут разрешение, я сделаю видеообзор. Вот витрина. Видите, даже здесь так красиво оформлены вот эта вот стружка. Такие вот по-русски Буратино, а по-итальянски Пиноккио. Посмотрите, какой мотоцикл, тоже из дерева. Ух ты, сколько людей. Как я рада вас всех видеть. Как я рада вас всех видеть. Потому что были моменты, когда мы были закрыты. Я помню, здесь приходила, и все это было пусто. Я говорила, что я так скучаю, я так скучаю. Что люди здесь сидели. Смотрите, сколько людей. Прелесть. Дорогие мои телезрители, на этом я с вами прощаюсь. И с вами была Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет приятно. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну все. Я вас целую. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.